В общем-то, флекс этот засчитан, но есть одна проблема. А возьмут ли вообще Амкал и Тудроц и всех остальных, если кто-то захочет, в Кубок России? Давайте честно и по порядку. Во-первых, внедрением Амкалу и Тудроц в Кубок России в прошлом году занимался Александр Алаев. Тогда он был генеральным секретарем Российского футбольного союза, который впечатлился первым сезоном медийной футбольной лиги. Решение это принималось чуть ли не во время финального матча между Тудроц и Бейсментом. Но в августе этого года, точнее прошлого уже года, Алаев генеральным секретарем быть перестал. Но сейчас Кубок России будет проводить совсем другой человек, Максим Львович Митрофанов. И неизвестно, абсолютно неизвестно, какие у него планы на Кубок России. Сам Алаев это очень сильный футболист-любитель, которому такие движухи приносят огромное удовольствие. А вот Митрофанову... Во-вторых, причин для недопуска медийного футбола. Но официальные соревнования, такие как Кубок России, масса. Во-первых, нужно постоянно проходить допинг-контроль. Во-вторых, как-то так игроки выступают сразу и за команды КФК, и за медийные клубы. Как-то так возможно, чтобы они становились участниками Кубка России. Раньше на это закрывались глаза и на другие причины тоже. Но мы же не уверены, как поведет себя Максим Митрофанов. Ну и в-третьих, я думаю, что на решение все-таки будут влиять определенные, скажем так, достаточно жесткие заявления со стороны медийных футбольных клубов в адрес РФС.